О том, что птиц зимой нужно подкармливать, знают все. В гимназии номер три к этому вопросу подошли творчески. Старое засовшее дерево во дворе учебного заведения превратилось в птичий Макдональдс. Создать пункт быстрого питания для пернатых решил учитель технологии Николай Новожилов. Педагогу помогли ученики. На уроках труда они старательно делали кормушки еще с осени. И ближе к наступлению холодов осуществили свою идею. А началось все вот с этой кормушки, которую сделали во время подготовки к Олимпиаде по труду. Мне очень нравится ходить на уроки технологии. Тут всегда весело. Мы постоянно что-то делаем. Учитель у нас очень хороший. Заготовки, которые нам нужны, постоянно он делает сам. Все то, что мы его просим, чтобы нам было интересно. Он нам помогает в этом. Николай Новожилов в школе работает второй год, но за это время уже успел снискать любовь учеников. Еще бы, ведь на уроках труда мальчишки мастерят из фанеры различные игрушки. А лучные навыки ребята применяют на практике. Помогают родителям что-то отремонтировать. Да и в гимназии приходится не только ломать, но и строить. Делаем всякие кормушки. Все, что полезно для школы. Иногда чиним двери, которые кто-то выломал. Лавки. Мы обычно что-нибудь строим. В основном, в последнее время мы упросили Николая Юрьевича, поскольку мы хотим сделать автомат. Мы попросили его. Он сначала сказал, что у него нет фанеры. Затем он для нас нашел ее. И мы начали делать ее. Николай Новожилов многого от учеников не требует. Главное заинтересовать ребят, чтобы все, что они делали, приносило радость. В таком случае любые знания усваиваются гораздо лучше. Николай Юрьевич точно знает, чего хочет от своих воспитанников. Чтобы они стали настоящими парнями. Будущими отцами. В конце концов, все впереди. Чтобы полегче было в жизни. В итоге. Не каждому доноит. Но самое главное, чтобы научились не по пальцам бить, а по гвоздям. А все остальное получится. И будет хорошо по жизни. На уроках труда ребята мастерят не только кормушки. В приют для бездомных собак в майский день скоро отправится эта будка. В Новый год подарком будут рады не только люди, но и животные.